Стали частью мирового рекорда. Кировские исполнители и певцы вернулись из Санкт-Петербурга в северной столице. На футбольном стадионе они исполнили гимн России. В масштабном событии приняли участие 8 тысяч музыкантов и 20 тысяч певцов из всех регионов страны. Как это было, своими впечатлениями о поездке участники поделились с Евгением Бакиной. Женя, тебе слово. Это было красочно и очень масштабно. Кировские музыканты поделились с журналистами своими впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург. Там они стали частью нового мирового рекорда. Признаются, до сих пор не могут прийти в себя. Напомню, в северной столице 1 сентября прошел день гимна. Более 8 тысяч музыкантов и 20 тысяч певцов на футбольном стадионе исполнили гимн России. Выступление приурочили к 75-летию мелодии символа нашей страны. Сводный коллектив из всех регионов сыграл с первой попытки. Все исполнители были под чутким контролем дирижера. Народного артиста РФ Павла Овсянникова. Частью масштабного события стали музыканты из нашего региона. 41 музыкант из трех оркестра в Вятской филармонии исполнили гимн России. Играли они на скрипках, а также духовых инструментах. Возглавил делегацию дирижер Евгений Дробахин. Кроме того, были и хоровики. Более 50 певцов из первой детской музыкальной школы города Кирова и детской музыкальной школы номер 2. Были такие коллективы, как хор «Рассвет», хор «Звездочки», «Мечта» и «Классика». Все они приняли участие в гигантском хоре. Дети справились на отлично. Они старались, они пели с душой. Было очень приятно за ними наблюдать. И мне радостно, что они поучаствовали и были причастны к этому мероприятию. Очень волнительно, очень достойно. Когда начинаешь петь, я еще говорю, дети, сильно не кричите, не пойте, связки сорвете. Да что, мы зря приехали. Мы будем петь во весь голос, во всю мощь. За всеми исполнителями в тот день следили судьи книги рекордов Гиннесса. А это практически 200 аудитеров. Они все рассчитали, а после вышли на сцену и объявили. Это новый рекорд, самый большой оркестр в мире. Предыдущий рекорд фиксировали три года назад во Франкфурте. Там собралось 7,5 тысяч музыкантов. Евгения Баакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.